Год 2010-й. Кто-то из японских гостей дотронулся до фасада, и фрагмент остается в руке. Побитые окна, трещины. В целом, неприглядный вид. Иностранная делегация тогда посетила Корсаков, чтобы поставить зданию технический диагноз. Смотрите, вот этот стук, звук, это значит, что все в порядке со стеной. Здание построено в конце 20-х, времена, когда южная часть Сахалина принадлежала японцам и носила название Карафута. Тогда японцы отдавали предпочтение псевдоклассическому стилю. Здесь был банк. Эти семь колонн расположены в операционном зале, украшены композитными капителями. В советские времена здание продолжало служить банком. В середине 90-х пришло запустение, когда финансовое учреждение обанкротилось. Здание тут же было передано под охрану историко-крывического музея, но сокровищница прошлого так сюда и не переехала. Объекту уже тогда требовался капитальный ремонт. Фактически около 10 лет здесь размещалась секция по каратэ. Спортсвины вывезли два Камаза мусора, пока приводили все в порядок. Год 2016. Облик здания не изменился. Хотя еще пять лет назад японская делегация разработала рекомендации по его реконструкции. На нее были выделены деньги из областного бюджета. Почему за столь долгий срок ничего не сдвинулось с места? Оказалось, бюрократические проволочки. Сначала областное управление капитального строительства занималось проектированием. Затем был проведен аукцион. И сейчас вся документация фактически уже подготовлена. Так как у нас законодательство меняется в сфере охраны объектов культурного наследия, то в соответствии со статьей 30-й закона федерального об объектах культурного наследия, в настоящее время мы выдали задание, опять же, управлению капитального строительства, на проведение государственной историко-культурной экспертизы. В первом квартале она должна завершиться. И затем будет объявлен аукцион уже на реставрацию здания. Возможно, она начнется уже в 2016-м и займет не менее года. Одновременно идет обсуждение по дальнейшей эксплуатации. Здание будет филиалом областного краеведческого музея. В Корсакове есть свой историко-краеведческий музей с богатой коллекцией предметов, в том числе и эпохи губернаторства Карафута. Одноэтажное тесное здание 50-х годов постройки, можно сказать, выработало свой ресурс. Здесь были бы рады переезду в новые помещения. Уверены, что музеи фуниципального формата тоже имеют право на существование. Как тесно рядом с друг другом стоят предметы, потому что действительно расположить свободно каждый музейный предмет мы не можем, чтобы его можно обойти, посмотреть, как-то долго над ним постоять. Естественно, это нехватка музейного пространства. Фонды музея формировались в основном за счет даров от жителей района. Совсем недавно среди экспонатов появился небольшой бюст Будды – важный религиозный атрибут для японцев. Его выставляли на перекрестке дорог. Он служил своеобразным оберегом для путешественников. У каждого предмета своя история, как и у города, тем более с архитектурным наследием.